Европа. Самый маленький из четырех галилеевых спутников Юпитера. Выступающий по размерам даже Луни. Однако скромные габариты обманчивы. Под ослепительно светлой ледяной оболочкой скрывается мир, чья внутренняя сложность может соперничать с земной. Поверхность Европы необычно гладкая по планетарным меркам, почти лишенная ударных кратеров. Это уже давно наводило исследователей на мысль, что кора спутника постоянно обновляется, а значит процессы под ней не остановились миллиарды лет назад, а продолжается и сейчас. Самой характерной внешней особенностью Европы является сеть темных и светлых полос, пересекающих все тело спутника. Это разломы и трещины в ее ледяной коре. Некоторые из них имеют такую протяженность, что опоясывают Европу почти полностью. Система трещин в ряде мест напоминает трещины на ледяном покрове Северного Ледовитого океана Земли. Наиболее крупные полосы имеют до 20 километров поперечники. Детальный анализ снимков показал, что края некоторых трещин сдвинуты относительно друг друга. Эти полосы – результат растяжения и растрескивания коры Европы, когда на поверхность выходил разогретый снизу лед. Это явление напоминает спрединг в средину океанических хребтах Земли. Считается, что эти трещины появились под влиянием приливных сил Юпитера. Другим особенностям ландшафта Европы является скопление круглых и эллиптических сравнительно небольших структур. Многие из них представляют собой купола, другие ямы, а некоторые выглядят как гладкие темные пятна. Эти линзовидные образования, возможно, были сформированы диапирами теплого льда, поднимающегося сквозь более холодный лед внешней коры. Ключ к этой активности – Юпитер. Гравитационное притяжение гиганта сжимает и растягивает Европу при каждом обороте, создавая мощный приливной разогрев. Ледяная кора отрезкается, деформируется и смещается. Внутреннее тепло не позволяет воде окончательно замерзнуть, и именно поэтому Европа давно считается главным кандидатом на наличие подледного океана в Солнечной системе. Океана соленого, глобального, скрытого под десятками километров льда. Долгое время этот океан оставался теоретическим объектом, математической необходимостью, подтвержденной гравитационными измерениями, магнитными аномалиями и моделями теплового баланса. Но наука редко довольствуется косвенными признаками. Ей нужны следы, трещины, ошибки в симметрии, любые улики, которые поверхность может выдать против своей ледяной маскировки. И именно такие улики начали проступать в новых исследованиях, о которых сейчас и пойдет речь. На снимках поверхности Европы, полученных и повторно проанализированных с применением современных методов обработки данных, были обнаружены структуры, которых раньше не было. Эти образования получили название Дамхан-Ала, паук на гельском языке. Название оказалось удивительно точным. Перед исследователями предстали развлетленные узоры, расходящиеся от центральных точек, словно лед был проколот снизу и начал расходиться по сложной нервной схеме трещин. Эти структуры не похожи на привычные линейные разломы Европы, не совпадая с сетками трещин, вызванных тектоническими напряжениями, и не напоминает хаотические области, где лед выглядит разрушенным и перемешанным. Дамхан-Ала – это радиальные системы, где линии расходятся, пересекаются и замирают, как следы давления, которые не просто ломают лед, а ищут путь наверх. Морфология этих пауков заставляет вспомнить земные аналоги, но с важной оговоркой. На земле подобные структуры известны в полярных регионах, где подповерхностная вода или своего рода рассол без огурцов периодически прорывается вверх, деформируя ледяную корку. Однако земной лед тонок, динамичен и существует в атмосфере. Лед Европы же иной. Он древний, холодный, лишенный контакта с воздухом и при этом подверженный колоссальным внутренним напряжениям. Если подобные структуры формируются и здесь, значит сила, стоящая за ним, весьма значительна. Наиболее правдоподобное объяснение о появлении таких пауков связано с подъемом воды или соляного рассола из глубинных ледяной коры. Вода, нагретая приливным теплом, может скапливаться в локальных подледных резервуарах. Давление в них растет, пока лед не дает слабину. Тогда жидкость устремляется вверх, не обязательно достигая поверхности, но достаточно близко, чтобы вызвать радиальное растрескивание. После этого вода снова замерзает, оставляя на поверхности сложный отпечаток своего краткого, но мощного движения. Важно подчеркнуть, речь идет не обязательно о прямых фонтанах или гейзерах, хотя такие явления на Европе также обсуждается. Дамхан-Ала могут быть следами гораздо более тонкого процесса внутреннего дыхания ледяного мира, где жидкая вода периодически вторгается в верхние слои коры, не разрушая их полностью. Это означает, что ледяная оболочка Европы не является монолитной плитой, а скорее напоминает многоуровневую систему с карманами, каналами и временными бассейнами. Именно здесь значение открытия выходит за рамки геологии. Локальные подледные бассейны – ключевой элемент в вопросе потенциальной обитаемости Европы. Глобальный океан, скрытый под десятками километров льда, может быть химически богат, но практически изолированным от поверхности. А вот временные резервуары, ближе к коре, создают зоны контакта между глубиной водой и поверхностными веществами, включая окислители, образующиеся под действием радиации Юпитера. Такие зоны – идеальные химические реакторы, где энергия и вещество могут взаимодействовать достаточно интенсивно, чтобы поддерживать сложные процессы. В этом контексте Европа перестает быть просто холодным океаном подо льдом. Она становится динамичной системой, где жидкая вода может мигрировать, замерзать и снова оживать. Это принципиально меняет наш взгляд на ледяные миры. Жизнь, если она когда-либо возникала в недрах Европы, могла иметь доступ не только к воде, но и химическим градиентам, без которых сложная биохимия невозможна. Новые структуры также укрепляют аргументы в пользу соляного состава под ледной воды. Чистая вода замерзает иначе, чем рассол. Соляные растворы способны дольше сохранить жидкое состояние, просачиваться сквозь трещины и деформировать лед более сложным образом. Химические модели Европы давно указывали на наличие солей, но Дамхан Алла добавляет к этим моделям геометрическое подтверждение, зафиксированное на самой поверхности. Не менее важно и то, что открытие произошло не в результате одиночного снимка или сенсационного кадра, а благодаря тщательной, почти археологической работе с данными. Это подчеркивает, насколько Европа еще не исчерпана как объект исследования, даже при имеющихся архивах наблюдений. Приближением миссий нового поколения, такие как Европа Клипер и Джуз, значение подобных находок возрастает многократно. Теперь мы знаем, какие структуры искать, где ожидать наибольшей активности и какие участки поверхности могут быть связаны с подповерхностными резервуарами. Для будущих миссий подобные образования становятся навигационными ориентирами. Если когда-нибудь зонд или посадочный аппарат попытается изучить Европу напрямую, именно такие зоны будут приоритетными целями. Там лед тоньше, там процессы свежее, там вероятность обнаружит следы активной химии, а возможно и биологии. Кто знает, возможно именно там обитают межпланетные косатки. В более широком контексте это открытие влияет на понимание всех ледяных миров Солнечной системы и за ее пределами. Европа больше не выглядит исключением, она становится моделью, по которой можно судить о Анцеладе, Ганимеде, Титане и даже далеких объектах пояса Койпера. Если лед может быть активным, если под ним возможны временные водные системы, то потенциально обитаемых миров оказывается гораздо больше, чем считалось еще несколько десятилетий назад. В конечном счете, Дамхан-Ала – это очевидные следы движения давления и внутренней жизни мира, который внешне кажется мертвым и неподвижным. Европа словно оставляет нам записки, написанные трещинами и замерзшей водой. И каждый из них говорит об одном и том же – под этой поверхностью что-то происходит. Именно в этом и кроется подлинное значение открытия. Мы привыкли искать жизнь там, где тепло и светло, где есть атмосфера и океаны под открытым небом. Европа же предлагает иной сюжет – жизнь, укрытую от космической радиации километрами льда, существующей в темноте, но не в застое. Дамхан-Ала становится символом этой скрытой активностью, напоминанием о том, что самые важные процессы во Вселенной могут происходить вдали от взгляда, оставляя лишь тонкие, почти случайные следы на поверхности. Когда-то Европа считалась просто холодным спутником. Сегодня она – один из главных кандидатов на то, чтобы изменить наше представление о границах жизни. И если под ее льдом действительно скрывается океан, способный дышать, двигаться и взаимодействовать с поверхностью, то вопрос уже не в том, есть ли там условия для жизни. Вопрос в том, хватит ли нам терпения и ресурсов добраться до этих паучьих следов и прочитать то, что они пытаются нам рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok